Уважаемые товарищи, на очередное совещание с руководством правительства вынесен ряд актуальных вопросов. Несмотря на то, что эти вопросы разноплановые, их объединяет одно – нацеленность на решение актуальных проблем жизни нашего общества. В мае текущего года мы приняли закон, который направлен на обеспечение и защиту прав граждан при обработке их персональных данных. Как считают и правительство, и оперативно-аналитический центр, для практической реализации закона и надлежащего контроля в указанной сфере необходимо создать отдельную структуру. Я хотел бы услышать результаты всесторонней проработки этого вопроса. Какие варианты изучались и что предлагается предпринять в этом направлении, в том числе с учетом имеющейся международной практики и, самое главное, наших возможностей? Почему не рассматривается вопрос возложения функций по защите персональных данных на один из существующих в нашей стране органов? Второй вопрос касается решения одного из наиболее перспективных направлений использования в Республике электротранспорт. Мировая практика показывает, что курс на развитие, опережающий внедрение инфраструктуры к нему, оказался верным. Сегодня уже практически все страны идут этим путем. Это насущная необходимость и для нас, как с позиции отсутствия достаточных объемов собственной нефти, так и с учетом запуска белорусской атомной станции. Кроме сугубо экономических аспектов, немаловажно и экологическое измерение этой проблемы. Поэтому останавливаться в создании надлежащих условий функционирования этой новой сферы нельзя ни в коем случае. Около года назад было принято решение о предоставлении ряда льгот для повышения заинтересованности населения приобретения легковых автомобилей. Как считает правительство, эта практика себя оправдала. Теперь назрела необходимость введения дополнительных стимулов. Позволят ли эти стимулы, которые предлагаются, активнее оснащать парки электротранспортом, как для пассажирских, так и для коммерческих перевозок? Сделают ли они эту технику более доступной для наших граждан и для бизнеса? Кроме того, нельзя забывать об инфраструктуре. На заправочных станциях по всей республике должна быть возможность быстрой зарядки легковых электромобилей. На сегодняшний день лишь около 10% автозаправочных станций предоставляет такую услугу. Надо, конечно, значительно больше. Мы об этом недавно говорили с человеком, который за это отвечает. Это руководитель Беларусьнефтеляхов. Задача перед ним поставлена. Все вопросы решены. Ничего больше его не сдерживать для того, чтобы наращивать такие мощности. Тем более, что необходимое оборудование для этого Беларусь производит полностью. Хотел бы получить более четкие оценки ожидаемых последствий, предлагаемых в этом направлении решений. На наше совещание также вынесен вопрос об актуализации отдельных актов главы государства с учетом новых кодексов административной ответственности, а также закона по вопросам социальных нормативов и минимальный заработный план. Предполагается заменить такой индикатор, как величина минимального потребительского бюджета, на величину бюджета прожиточного минимума. Вопрос, не получится ли, что из-за технических правок перестанут работать давно отлаженные механизмы. Вот этого допустить нельзя. Кроме того, поступающая мне информация по реализации Рада инвестиционных проектов вызывает обеспокоенность. Мы не можем сорвать установленные сроки, потому что это значимая финансово-экономическая потеря. Сегодня, как никогда, на счету каждая копейка. Поэтому для всестороннего рассмотрения приглашены соответствующие должностные лица, которые во время своей работы в правительстве и на других должностях курировали многие из проектов. Вместе с тем считаю, что ряд вопросов мог бы быть решен и без внимания главы государства. При том, что у нас есть более насущная и даже неотложная проблема, речь идет прежде всего о продолжающейся борьбе с пандемией. Мы подходим к зимнему периоду и помимо противоэпидемических вопросов стоит задача сдерживания роста цен, чтобы они не превышали приемлемый для населения уровень. Особенно это касается стоимости продуктов питания. Люди, кстати, в ряду вопросов, которые их больше всего беспокоят, как всегда, в тройку лидеров ставят вопрос роста цен. Поэтому вопрос вопросом, есть кому этим заниматься, занимайтесь, чтобы не было потом каких-то неприятных разговоров на эту тему. Люди не хотят понимать, что рост цен на какие-то товары, это прежде всего благосостояние тех коллективов, которые производят эти товары. То есть, если на трактор растет цена, то больше денег получает кто? Тракторный завод, трудовой коллектив. Но крестьянам, извините мне, до фонаря, что там лучше живет трудовой коллектив МТЗ. Они всегда жалуются на то, что растет цена на трактор. Или же рост цен на злобу на продукты питания. Горожан не интересует, и они не радуются от того, что если цены на картофель или на что-то выросли, то крестьяне получили хоть небольшой прибавок к своей заработной плате, а, по-старому говоря, колхозы и совхозы получили дополнительный заработок. Горожан это не интересует. И люди так не мыслят. Надо людям это объяснять. Но есть тема, и очень важная тема, и она правильная, которую поднимают люди, соотношение роста цен и доходов населения. Людям все равно, какие будут цены в магазине. Были бы деньги в кармане, чтобы по этим ценам приобрести товар. И вот эту пропорцию и баланс надо поддерживать во что бы то ни стало. Наряду с принятием антиинфляционных мер должен быть наведен порядок там, где начинается экономика отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность. Те тенденции в агрокомплексе, которые я вижу, порой настораживают, хотя государство подставило плечо по всем направлениям, где только требовалась эта поддержка, где ее просили. Уборку урожая в целом завершили. Осталось немного свеклы, она убирается по плану, это не проблема. Кукурузу носилось, почти закончили. Осталось кукуруза на зерно. Многие считают, что кукурузу на зерно можно убирать и в декабре месяце. Может быть, если будет сухая погода. Но в Беларуси это не бывает, поэтому рисковать не надо. Это надо заканчивать с уборкой кукурузы на зерно. И притом этот процесс нужно активизировать. Я вижу, что мы получаем хорошие дополнительные миллионы тысячи тонн зерна, которых нам не хватает. И по итогам года мы можем выйти на производство всех видов зерна свыше 9 миллионов тонн. Конечно, это не 10 миллионов прошлогоднее, но 9 миллионов это вполне приемлемый объем, который обеспечит полностью потребности нашего государства. Но надо активизироваться. Здесь же стоит вопрос закладки стабилизационных фондов. Вот тут я вас категорически руководителю всех уровней предупреждаю. Эти стабилизационные фонды мы с советских времен используем как резерв, для сглаживания с кашков цен и стабильного насыщения потребительского рынка в межсезонный период. То есть капуста, картофель, морковь, свекла и прочее, то, что мы закладываем в хранилище, это для того, чтобы обеспечить наших людей в осенне-зимний период, пока не появится новый урожай. Сделайте так, чтобы этих продуктов хватило. В течение ноября нам предстоит обстоятельный разговор по этим вопросам готовность к зимнестойному периоду и заполняемость овощехранилищ страны на зиму. Еще раз подчеркиваю, у нас очень много вопросов, которые надо решать. И эти вопросы нам будут подкидывать с разных сторон. Я уже на это обращал внимание. Мерзавцев, иначе не назовешь, у нас хватает. В основном, конечно, я еще раз говорю, это 99,8% фейки, но есть информация, на которую надо обращать внимание. Поэтому проходит этот мониторинг, более того, с выездом на места. Я, конечно, не хочу перечислять все эти фейки, но вот комитет госконтроля за ночь и утро проверил некоторые вещи, ну, просто диву даешься, когда все это читаешь. Ну, это мерзавцы, понимаете, у них святого ничего нет. Ничего нет святого. Они будут писать, что десятки, там, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, что не хватает каких-то лекарств, лечений и прочее, прочее, прочее. На злобу я говорю, что 99,8% вранье, но все должны понимать, что любая информация проверяется. При этом хочу предупредить, все решения, в частности, по ковиду, как и в сельском хозяйстве, вновь были приняты. Это подлежит неукоснительному исполнению. Просто предупреждаю. Если еще получится так, как в Бобруйске или в Минске, не успели, видите ли, отменить ранее принятое, Наталья Ивановна, решение вы там в горосполкоме. И оставили дурь, который вообще страшно читать. Тоже проверили, вы знаете. Наталья Ивановна, я хочу, вот почему я всегда вас, потому что Минск это вот рассадник этих фейков и прочее. Я не хотел бы с вами, как человеком ответственно на эту тему больше разговаривать, как и со всеми другими. Решения будут мгновенными и кардинальными. Вы понимаете, не вас только касается. Может быть, Назарова это по Гомелю больше касается, чем вас. Но я просто беру к примеру. Идет война. Образно говоря, идет война. И очень важно в этой сложной ситуации исполнительская дисциплина. И важно единоличное руководство в этой ситуации. Когда идет война, они обсуждаются там разные варианты в течение недели, потому что за это время погибнут тысячи людей. И лучше принять не совсем точное решение, но действовать, чем бодягу качать из стороны в сторону. Мною приняты выверенные решения, которые поддержаны самими людьми. Да и вы не были против. Ну так исполняйте. Поэтому любое неисполнение, любая информация на эту тему, вот не обижайтесь на меня. Все вы свои люди, но работать вы со мной не будете. Это касается всех. Особенно Минска, где у меня основной человек, высшее должностное лицо. И там же еще у нас целый министр внутренних дел. А вам надо указания еще от президента, чтобы там чего-то надо было решить. Посмотрите, что в Гомеле у Назарова творится. Это же катастрофа. Там же уже по ночам коров режут и сплавляют в Россию. И это же не первый месяц. И тишина. Надо было вмешательство президента. Надо было посылать туда Кубракова. Ну так ждите, он там уже. Ну а тебе, если ты уполномочен президентом, надо было как человеку сельскому, лесному заняться этими тропами, по которым они мясо вывозят в Россию через жуликов. И должностные лица этим повязаны. И там продают. Еще раз предупреждаю. Договорились. Принято решение. Исполняйте. Это сегодня главное. Это вопрос нашей выживаемости. Ибо нас просто как в жерновах. Перетрут. Если не съедят, то выплюнут. Цепляются ко всему. Президент, побывав в онкологическом центре, заявил, ну специалисты отметили, что ковид придавил грипп. То есть грипп практически не циркулирует. Но что произошло с онкологией? Уже в третий год у нас пандемия, два года точно, пошло резкое падение случаев заболевания онкологических. И резкое падение смертей от онкологических заболеваний. Ученые это заметили. Первый год думали, ну знаете, ковид начался, люди не очень обращаются с онкологией. Но когда второй год происходит это снижение, ученые начали делать вывод, что ковид повлиял и на течение онкологических заболеваний. И в онкологии в нашем центре ученые это заметили, шепотом начали разговаривать. Ну говорю, ну лучше будем лечить ковид, чем онкологию. Дай бог, чтобы это так было. Боже мой. От Беларуси до Америки. Кто только ноги не вытирает об это заявление президента. Но я же не говорю, что ковид лечит онкологию. Ну вот такие факты. И дай бог, чтобы это было. Так было и сказано. И каждый цепляется, ну ладно там американцы, европейцы, но в России. Ну настолько умных появилось. Ах, президент, не специалист, он говорит, что ковид лечит онкологию. Ну я же так не говорю. Это говорит о том, что ну вот на любой чих реагирует вокруг. То есть Беларусь, костка в горле. И в этой ситуации нам предстоит не просто выжить. Нам надо изловчиться, вывернуться, выстоять и сохранить свое государство. Продолжение следует.